Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Курс лекций. Введение в Священное Писание Нового Завета. Тема лекции «Историко-филологический метод толкования Библии». Сегодня мы рассмотрим основной метод толкования Священного Писания как Ветхого, так и Нового Завета. Он раньше назывался историко-грамматический метод, но современное название историко-филологический, потому что сейчас грамматика мыслится как часть филологии, а при действии этим методом мы прибегаем и к другим аспектам филологического анализа. Итак, если мы хотим найти исходный смысл текста Священного Писания, тот самый смысл, который заложен священным автором, мы прибегаем именно к этому – историко-филологическому методу толкования. Из лекций, где рассказывалось о герменевтическом круге, мы с вами помним, что процесс толкования представляет собой герменевтический круг, на одном уровне которого анализ текста, а на другом уровне, более высоком, анализ контекста. И поэтому историко-филологический метод также будет состоять из двух частей, из двух аспектов – анализ контекста и анализ текста. И нельзя точно сказать, что вот это в начале, а это в конце, потому что, как мы с вами помним, если мы входим в герменевтический круг, то мы в нем и остаемся, мы постоянно переходим от текста к контексту и назад. Что же из себя включают эти два этапа или эти два аспекта историко-филологического метода? Первое. Анализ контекста. Он, в свою очередь, разбивается на две части. Это исторический контекст и литературный контекст. Исторический контекст может быть общим, который касается, например, всех событий на данной территории в то или иное время, и частным, который относится только к конкретному событию. В свою очередь, литературный контекст предполагает, что мы устанавливаем жанр, а также рассматриваем данный отрывок в контексте всего литературного произведения. Что касается анализа самого текста, то здесь мы последовательно восходим снизу вверх. То есть мы смотрим, какие имеются разночтения в рукописях, и выбираем предпочтительное для нас разночтение. Обращаем внимание на значение греческих терминов. Затем смотрим, каков смысл целой фразы, потому что иногда могут быть затруднения именно с точки зрения грамматики. И, наконец, выделяем, или лучше сказать, извлекаем именно богословский смысл текста. В качестве последнего пункта историко-филологического метода иногда указывают нравственное приложение. То есть как применить то богословское знание, которое мы с вами уяснили себе, на практике в повседневной жизни христианина. Рассмотрим перечисленные два аспекта и конкретные пункты историко-филологического метода на отдельных примерах. Первое. Анализ контекста. Общий исторический контекст. Когда мы говорим о Священном Писании Нового Завета, то здесь все достаточно просто. Речь идет о том, что события происходят в первой половине первого века по Рождестве Христовом. Провинция Иудея римская находится, понятно, под властью Рима. Существует целый ряд религиозных движений в Иудее. Это и фарисеи с книжниками, и саддукии, и эссеи, и зелоты. Соответственно, имеется горячее ожидание пришествия Машиаха. Но Машиах понимается как политический лидер, который свергнет иго римлян, и, в свою очередь, подчинит евреям все остальные народы. Когда мы говорим о частном или конкретном историческом контексте, здесь нужно смотреть на отдельные события. Например, если мы говорим о исцелении расслабленного при купальне Вифезда, то, обратившись к археологическим сведениям, мы для себя с удивлением обнаружим, что это была не купальня, как нечто маленькое, небольшой бассейн, но это был огромный гидротехнический комплекс, включавший в себя два громадных бассейна. И, соответственно, по периметру этого комплекса как раз и располагались галереи, в которых находились больные. Это очень важно и полезно знать, если мы хотим понять детали этого события. Литературный контекст. Приступая к толкованию того или иного фрагмента, в первую очередь с литературной точки зрения необходимо определить жанр того или иного отрывка. Почему это важно? Потому что как только мы определяем жанр, мы понимаем, что можно ожидать от текста, что можно извлечь, какой смысл из толкуемого фрагмента. Жанры в священном писании Нового Завета могут быть выделены, с одной стороны, по форме текста, а с другой стороны, по его содержанию. По форме текста чаще всего выделяют следующие жанры. Первое. Повествование. То есть последовательный, связанный рассказ о чем-либо. Второе. Поэзия. Гимны. Песни. Образные сравнения. Например, гимн любви святого апостола Павла в первом послании Коринфянам, 13 глава. Третье. Послание. То есть эпистолярный жанр. Это письменное обращение к конкретному лицу или группе лиц, затрагивающее и разъясняющее определенные вопросы и имеющее характерную структуру. Почему мы предпочитаем говорить о посланиях, а не о письмах святого апостола Павла? Потому что послание обязательно имеет четкую структуру. Это и обращение, и благословение Бога, это теоретическая часть, это решение практических вопросов и, наконец, заключение. Ну и можно указать в качестве четвертого жанра по форме символическую литературу. Ту литературу, в которой присутствует большое количество разных символов. Например, это апокалиптическая литература, где перед духовным взором священного автора проходят различные картины из прошлого, настоящего или будущего. По содержанию, в свою очередь, выделяют такие жанры. Первое. Евангелие. Это особый вид произведения, который в себе заключает изложение как дел, так и учения Господа Иисуса Христа. Второй жанр. Историческое повествование. Изложение взаимосвязанных событий с сообщением исторических дат, имен, названий местности и других подробностей. Например, книга деяний. Вероучение. Еще один жанр. Изложение богословских истин и заповедей. К этому жанру можно отнести, например, пролог Евангелия от Иоанна. Первые 18 стихов первой главы этого Евангелия. Еще один жанр. По содержанию. Премудрость. Наставление верующему относительно поведения в разных ситуациях. К этому жанру можно отнести послание Иакова первую главу. Также выделяют в качестве жанра по содержанию притчу. Короткую, выдуманную историю, рассказанную для иллюстрации закона в духовной жизни. Ну, например, притча-сеятели, которая имеется во всех трех синаптических Евангелиях. Пророчества. Предсказания о будущих временах. Например, пророчества об Антихристе святого апостола Павла во втором послании к Фессалоникийцам, вторая глава, с третьего по 12 стихи. И, наконец, из тех жанров по содержанию, которые выделяют, упомянем апокалиптику, изложение учения о конце мира посредством различных образных картин и видений, как в книге Откровения Иоанна Богослова. И вот когда комбинируют, совмещают жанр по форме и жанр по содержанию, то получают различные варианты. Потому что в посланиях святых апостолов могут содержаться и вероучительные моменты, и наставления в праведности, то есть премудрость, и пророчества, и так далее. И вот как раз правильное определение жанра и является залогом успеха для толкования того или иного библейского текста. Потому что, например, если содержится по форме некий образ, некий символ, этот символ обязательно следует раскрыть. его невозможно будет понимать буквально. Потому что, если, например, в «Песне песней» священный автор сравнивает лицо возлюбленной с луной, это не означает, что действительно он видит луну. Это всего лишь образ. А образ требует разъяснения. Литературный контекст всего произведения, то есть следующий пункт, который касается первой части историко-филологического метода анализа контекста. Литературный контекст всего произведения, а также произведений этого же жанра в Священном Писании позволяет избежать каких-то досадных ошибок при толковании. Приведем такой конкретный пример из синаптических Евангелий. Имеются два выражения Господа Иисуса Христа, которые на первый взгляд противоречат полностью друг другу. Первое выражение Евангелие от Матфея 12 глава 30 стих «Кто не со мною, тот против меня». Другое выражение Евангелие от Марка 9 глава 40 стих «Кто не против нас, тот за нас». Но когда мы помещаем каждое из этих выражений в ткань повествования, то мнимое противоречие моментально исчезает, потому что в первом случае «Кто не со мною, тот против меня», речь идет о тех, кто ненавидел Христа, злостно клеветал на него, на его добрые дела, якобы он изгоняет бесов силу князя бесовского. А во втором случае, когда Господь Иисус Христос говорит «Кто не против нас, тот за нас», речь идет о человеке, который изгонял бесов именем Иисуса, и поэтому относился к Господу Иисусу Христу с почтением. И вот дальше евангелист Марк, который приводит эти слова Господа, говорит «Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворившее чудо именем Моим, не сможет вскоре злословить Меня». Анализ самого текста состоит последовательно из целого ряда шагов. Прежде всего, это анализ разночтений. Имеются ли разночтения? А если да, то в таком случае какое из них выбрать в качестве предпочтительного? Обращаю ваше внимание на то, что в библистике 18-го, 19-го, даже первой половины 20-го века доминировала идея о возможности восстановить оригинальный текст Нового Завета в том виде, в котором он вышел из-под пера священных авторов. И мы с вами, когда изучаем историю текстологии, видим, что эта идея была движителем для многих исследователей. Они потому-то и сравнивали разные рукописи, они потому и систематизировали разночтения, что хотели установить оригинальный текст. Однако сегодня совершенно ясно, что установить оригинальный текст, к сожалению, невозможно. И иногда приходится просто иметь дело с разночтением два или три, или даже бывает больше, четыре-пять вариантов. Если это так, то задача исследователя выбрать предпочтительное разночтение. Иногда учитываются внешние данные, то есть, какое количество рукописей, сколько древних рукописей содержит то или иное разночтение. Иногда же приходится прибегать к богословскому анализу. Приведем примеры. Евангелие от Луки, 6 глава, 20 стих. Тот текст, который мы привыкли слышать в русском седонайдном переводе, звучит следующим образом. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Однако, если мы будем смотреть, какое возможно разночтение, то увидим, что в целом ряде рукописей выражение топневмати, то есть, духом отсутствует. И мы читаем следующий вариант. Блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие. И вот, когда мы смотрим на то, какие рукописи, какой эпохи содержат выражение без духом, то мы видим, что эти рукописи, конечно же, для нас более важны. Они более древние, они и для нас более предпочтительны. Поэтому, не вдаваясь сейчас в детали, дабы не уклониться от основного нашего повествования, от историко-филологического метода, констатируем, что следует выбрать в Евангелии от Луки, 6 глава, 20 стих, в качестве предпочтительного такое чтение, блаженные нищие, потому что ваше есть царствие Божие. Пример номер два, когда мы вынуждены привлекать богословские соображения. Это пролог Евангелия от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Бога не видел никто никогда, единородный сын, сущий внедре Отчим Он явил. Я сейчас прочитал привычный для нас текст, который зафиксирован в так называемой византийской или церковной традиции текста Нового Завета. Однако, если мы открываем критическое издание библейских обществ под редакцией Неслы Алланда, мы с удивлением для себя обнаружим другое чтение «Единородный Бог, сущий внедре Отчим». И международная группа ученых, которая работала над этим искусственным синтетическим критическим текстом, она исходила из следующего принципа. Есть некоторое количество рукописей, преимущественно 4 века, в которых имеется разночтение «Единородный Бог». Это разночтение, конечно же, не вписывается в пролог Евангелия от Иоанна, потому что дальше в этом четвертом Евангелии несколько раз еще встречается выражение «Единородный сын». Но западные текстологи, работавшие над критическим изданием, в качестве одного из базовых принципов приняли такой «Более сложное, а иногда более трудное или даже нелепое чтение должно быть основным». Они исходили из того, что трудное чтение оригинальное, а кто-то потом подправил в сторону понимания и улучшения текста. Однако человек, который был сотрудником одного из ведущих текстологов Брюса Мецгера, а именно Барт Эрман, он как раз выступает против подобного подхода. Барт Эрман не православный и даже не христианин, он был протестантским верующим, но отошел от веры, потому что придерживался механистического представления о богодухновенности священного писания. А механистическое представление предполагает, что не должно быть разночтений в тексте. Если это слово Божие, сказанное Богом, а человек всего лишь агрегат, механизм для передачи божественного слова, то, конечно, должно быть только одно чтение, не может быть вариативов. Мы с вами православные придерживаемся другой точки зрения, согласно которой богодухновенность это сработничество Бога и человека. Бог открывает божественные мысли, идеи, а человек их оформляет, исходя из своих способностей, но под руководством Духа Божия. И поэтому, когда переписчики или редакторы переписывают текст, то, по крайней мере, незначительные расхождения возможны. Барт Эрман с этим был не согласен и поэтому вообще отказался от веры. Но, тем не менее, занимаясь текстологическими студиями, он обратил внимание, что вот это разночтение «Единородный Бог» появляется в период триодологических споров, когда вставал вопрос, Бог — это единица, монада или это Святая Троица. И он считает, что кто-то из благочестивых переписчиков подправил текст пролога Евангелия от Иоанна, чтобы уже никаких сомнений не оставалось, что второе лицо Святой Троицы является Богом. Но эта правка совершенно излишняя, потому что в самом прологе сам Иоанн Богослов в первом и втором стихах говорит о том, что Богом было слово. Получается, что здесь мы с вами имеем дело с таким историческим казусом, с ревностью не по разуму какого-то переписчика. И, конечно, в таком случае разночтение, принятое западными исследователями в критическом издании «Единородный Бог» мы можем с полным правом и спокойно отвергнуть, тем более, что для нас, для православных исследователей и читателей важным является свидетельство византийского типа текста или церковного типа текста, который поддерживает чтение «Единородный сын». Поэтому последний вариант чтения мы и выбираем. Нетрудно видеть, что выбор разночтений иногда сопряжен с интеллектуальной и богословской работой. Однако на этом дело библейсты-исследователи не останавливается. Далее следует смотреть текст и понять, что означает тот или иной греческий термин. Это очень важно, потому что если мы берем тот же пролог Евангелия от Иоанна, то евангелисты используют термин «логос». Но в древнегреческой литературе термин «логос» может означать и мысль, которая находится в уме, и может означать изреченная мысль, оформленная в виде сознательного текста. Так вот, Иоанн Богослов, как и другие авторы Нового Завета, используют термин «логос» только во втором значении. Или другой, более интересный пример, греческий термин «локса» в древнегреческой литературе означал мнение, суждение, но переводчики семидесяти используют данный греческий термин для того, чтобы перевести древнееврейское понятие «могущество», «слава», и поэтому в Священном Писании Нового Завета данный термин означает «слава», и отсюда орфодоксия это именно «православие», а не «правомыслие», хотя для нас с вами и «правомыслие» тоже, поскольку церковь содержит истинное учение, но прямой смысл это «православие», и перевод данного термина на славянский и русский языки является абсолютно правильным. Следующий этап анализа самого текста «грамматический анализ». Мы с вами нашли то разночтение, которое считаем предпочтительным, мы установили значение основных греческих терминов, если это значение может быть спорным или многозначным, и вот теперь мы объединили все в предложении. И оказывается, что в ряде случаев греческий текст позволяет прочитать двояким образом. Пример Евангелие от Матфея, 5 глава, 3 стих. В синодальном переводе мы читаем «Блаженны нищие духам, ибо их есть царствие небесное». Синодальный перевод, как и церковно-славянский, являются точным воспроизведением греческого текста «Макари иптохито пневмати отяфтон истин и василетон уранон». И вот как древнегреческий, так и церковно-славянский, так и русские тексты, грамматика позволяют двоякое понимание выражения «нищие духам» иптохито пневмати. Первый вариант понимания, когда мы берем в качестве основного слова «нищие». Получается, что блаженные нищие, которые стали таковыми нищими благодаря своей духовной жизни, духовной работе. И мы, верующие люди, должны констатировать, да, такой смысл возможен. Этот смысл предполагает, что когда мы веруем в Бога, мы, конечно же, стремимся к личной аскезе. Аскеза предполагает, отказ от лишних дел, отказ от стремления к наживе, и поэтому верующий человек живет достаточно скромно. Он не богач, не миллионер и не олигарх. Но, возможно, и другое понимание. Если мы обращаем внимание во фразе «нищие духам» на слово «дух», тогда получается блаженные те, которые осознают свою духовную нищету, недостаток духа, блаженные кроткие, смиренные люди. И очень часто обращают внимание на то, что в наше с вами время более популярным является второе понимание «блаженные нищие духом» как «блаженные смиренные». Но история церкви сдает сторонников среди замечательных церковных экзегетов как первого, так и второго варианта понимания. Что же нам делать? А мы должны констатировать, что первый и второй варианты друг другу не противоречат, что если человек живет духовной жизнью, он с неизбежностью будет и отказываться от материальных излишеств, но при этом он будет осознавать и свое недостоинство перед Богом. Когда мы выяснили, что дает нам грамматика, каков непосредственный смысл греческого текста, мы уже переходим к богословскому анализу. И очень часто извлечение богословского смысла, конечно же, требует привлечения богословского контекста. Помните, когда мы разбирали с вами пролог Евангелия от Иоанна, рассматривали первой и второй стихи. Вначале было слово, и слово было к Богу, и Богом было слово, оно было вначале к Богу. И говорили о том, что, с одной стороны, мы здесь извлекаем богословский смысл, согласно которому слово, изрекаемое Отцом Небесным, само является и личностью, и личностью, абсолютной, всемогущей, вездесущей, и вечной, то есть Богом. Но когда смотрели на структуру и обнаруживали там хиазм, мы говорили, что Иоанн Богослов через этот прием подчеркивает, что самое главное из сказанного им в первом и втором стихе, то, что слово Божье само есть Бог. И отсюда конечно же следуют другие важные богословские выводы, раз воплощается слово Божье к логос саркс, эгернета, слово стало плотью, значит мы должны говорить о том, что наш Христос Мессия это Бога человек, воплотившийся Бог. Последний пункт историко-филологического метода предполагает, хотя и не всегда он этот пункт включается например в какие-то экзогетические монографии, последний пункт предполагает, что мы делаем нравственный вывод. То есть что для нас с вами означает прочитанный текст, из которого мы уже извлекли богословский смысл? Что для нас означает, что слово Божье также само является Богом, что оно воплотилось? А это означает то, что мы можем обратиться к Нему и даже участвовать в тайнах, причаститься Его тела и крови, стать причастниками божественного естества, как говорит святой апостол. И, конечно же, хотя очень часто в научных, академических комментариях этот последний пункт, нравственное приложение или нравственный вывод отсутствует, мы все-таки с вами как люди верующие церковные, когда читаем текст священного писания, стараемся, чтобы в конце концов этот текст привел нас к тому, как нам с вами жить, ибо как понимаешь, так и поступаешь. Таков историко-филогический метод толкования священного писания. Этим методом можно истолковать любой текст, как священного писания Ветхого, так и Нового Завета. И, конечно же, для нас крайне важно, что этот метод используется в церкви, начиная с ее основания и используется до сих пор. Но есть и другие методы. Есть методы, которые возникли среди скептиков, среди людей, которые выступали против церкви, так называемые скептические методы толкования Библии. И о них мы поговорим в следующей лекции. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.